Когда Спивак и мать обменялись десятком любезных фраз, Елизавета Львовна, вздохнув, сказала, — Мне очень тяжело, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное. Дмитрий Иванович арестован. — О, бог мой! — воскликнула Самгина, откинувшись на спинку кресла, ресницы ее вздрогнули и кончик носа покраснел. — Да, — громко сказала Спивак, — пришли ночью и увезли. — А Кутузов? — сердито спросил Клим. Спивак ответила, что Кутузов недели за три до ареста Дмитрия уехал к себе домой хоронить отца. Мать осторожно, чтобы не стереть пудру со щек, прикладывала к глазам своим миниатюрный платочек, но Клим видел, что в платке нет нужды, глаза совершенно сухие. — Боже мой! За что? — драматически спросила она. — Я думаю, что это несерьезно, — очень ласково и утешительно говорила Спивак. — Арестован знакомый Дмитрий Ивановича, учитель фабричной школы и брат его, студент Попов. — Кажется, это и ваш знакомый, — спросила она Клима. Самгин сухо сказал нет. Уделив этому событию четверть часа, мать, очевидно, нашла, что ее огорчение выражено достаточно убедительно и пригласила гостей в сад к чаю. Весело хлопотали птицы, обильно цвели цветы, бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было неприлично говорить о печальном. Вера Петровна стала расспрашивать Спивака о музыке. Он тотчас оживился и, выдергивая из галстуха синие нитки, делая пальцем в воздухе маленькие запятые, сообщил, что на Западе нет музыки. Там только машины. Там от минуэта и гавота дошли вот до чего. И пальцами на губах он сыграл какой-то пошленький мотив. — Не тереби галстук, — попросила его жена. Он послушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец галстуха погрузил в стакан чая. Это его сконфузило, и, вытирая галстух платком, он сказал, — В Норвегии грик. — Очень интересен, — говорят, — рассеянный человек. И замолчал. Женщины улыбались, беседуя все более оживленно, но Клим чувствовал, что они взаимно не нравятся одна другой. Спивак запоздал и спросил его, — Как ваше здоровье? Когда Клим предложил ему земляники, он весело отказался. — От нее у меня будет крапивная лихорадка. Мать попросила Клима, — Покажи Елизавете Львовне флигель. — Странный город, — говорил Спивак, взяв Клима под руку и как-то очень осторожно шагая по дорожке сада. — Такой добродушно ворчливый. Эта воркотня первое, что меня удивило, как только я вышла с вокзала. Должно быть скучно здесь, как в чистилище. — Часто бывают пожары? — Я боюсь пожаров. Бумажный ссор в комнатах флигеля напомнил Климу о писателе Катине. А Спивак, бегло осмотрев их, сказала, — Можно очень уютно устроиться. И окна в сад. Наверное, в комнаты будут вползать мохнатенькие червячки с яблонь. Птички будут петь рано утром. Очень рано. Она вздохнула. — Вам не нравится? — С сожалению, — спросил Клим, выходя в сад. Красиво изогнув шею, она улыбнулась ему через плечо. — Нет, почему? — Но это было бы особенно удобно для двух сестер старых дев. Или для молодоженов. — Сядемте, — предложила она у скамьи под вишней и сделала милую гримаску. — Пусть они там торгуются. Оглядываясь, она продолжала задумчиво. — Прекрасный сад. И флигель хорош. Именно для молодоженов. Отлюбить в этой тишине сколько положено, и затем... — Впрочем, вы, юноша, не поймете, — вдруг закончила она с улыбкой, которая несколько смутила Клима своей неясностью. — Насмешка скрыта в ней или вызов? Посмотрев в небо, обрывая листья с ветки вишни, спивак спросила. — Как же здесь живут зимою? Театр, карты, маленькие романы от скуки, сплетни, да? — Я бы предпочла жить в Москве. К ней, вероятно, не скоро привыкнешь. Вы еще не обзавелись привычками? Клим удивлялся. Он не подозревал, что эта женщина умеет говорить так просто и шутливо. Именно простоты он не ожидал от нее. В Петербурге спивак казалось замкнутой, связанной трудными думами. Было приятно, что она говорит как со старым и близким знакомым. Между прочим, она спросила, с дровами сдаете флигель или без дров? Потом поставила еще несколько очень житейских вопросов. Все это легко, мимоходом. — Портрет над роялем — это ваш отчим? У него борода очень богатого человека. Пытливо заглянув в ее лицо, Клим сказал, что скоро приедет Турабоев. — Да. — Продает свою землю. — Вот как. Клим почувствовал, что его радует спокойный тон ее. Обрадовало и то, что она, задев его локтем, не извинилась. К ним шла мать. Рядом с нею спивак, размахивая крыльями разлетайки, как бы пытаясь вознестись от земли. Говорил, это будет написано нонами, очень густо. Тум-тум. Жена бесцеремонно прекратила музыку, заговорив с Верой Петровной о флигеле. Они пошли прочь. А спивак сел рядом с Климом и вступил в беседу с ним фразами из учебника грамматики. — Ваша мать — приятный человек. Она знает музыку. — Далеко ли тут кладбище? — Я люблю все эллигическое. У нас лучше всего кладбище. Все, что около смерти, у нас отлично. В паузы между его фразами вторгались голоса женщин. — Не правда ли? — требовательно спрашивала спивак. — Я вам это сделаю. — Мы кончили? — Да. Через несколько минут, проводив спиваков и возвратясь в сад, Клим увидал мать все там же, под вишней. Она сидела, опустив голову на грудь, закинув руки на спинку скамьи. — Бог мой, это кажется не очень приятная дама, — усталым голосом сказала она. — Еврейка? — Нет? — Так странно, такая практичная, торгуется, как на базаре, впрочем, она не похожа на еврейку. Тебе не показалось, что она сообщила о Дмитрии с оттенком удовольствия? Некоторым людям очень нравится сообщать дурные вести. Она с досадой ударила себя кулачком по колену. — Ах, Дмитрий, Дмитрий, теперь мне придется ехать в Петербург. Розоватая мгла, наполнив сад, окрасила белые цветы, запахи стали пьянее, сгущалась тишина. Я пойду переоденусь, а ты подожди меня здесь, в комнатах душно. Клим посмотрел вслед ей неприязненно. То, что мать сказала о спивак, злостно разноречило с его впечатлением. На его недоверии к людям, становясь все более легко возбудимым, цепко ухватилась за слова матери, и Клим задумался, быстро пересматривая слова, жесты, улыбки приятной женщины. Ласковая тишина, настраивая лирически, не позволила найти в поведении спивак ничего, что оправдало бы мать. Легко заиграли другие думы. Переедет во флигель Елизавета, он станет ухаживать за нею и вылечится от непонятного, тягостного влечения к Лидии. Мать возвратилась в капоте солнечного цвета, застегнутом серебряными пряжками в мягких туфлях. Она казалась чудесно помолодевшей. — Ты не думаешь, что арест брата может отразиться и на тебе? — тихо спросила она. — Почему? — Жили вместе. — Это еще не значит, что мы солидарны. — Да, но... Она замолчала, потирая пальцами морщинки на висках. И вдруг сказала, вздохнув, — у этой спивак неплохая фигура. Даже беременность не портит ее. Вздрогнув от неожиданности, Клим быстро спросил. — Она беременна? — Она тебе сказала? — Боже мой, я сама вижу. — Ты хорошо знаком с нею? — Нет, — сказал Клим, и, сняв очки, протирая стекла, наклониваясь к ней.